привет всем спасибо что вы с нами на нашем канале в латвийском национальном театре в прямом смысле слова попросили со сцены прибившуюся туда хаматову театр в латвии запретил спектакль с хаматовой культурное учреждение ввело мораторий на спектакли на русском языке потому актриса осталась без работы в латвии отменили спектакль крымова записки сумасшедшего в котором главные роли играют хаматова и максим суханов еще один спешно покинувший россию артист не просто отменили а запретили латвийский национальный театр принял решение не показывать русскоязычные постановки на сцене заявил директор театра кроме того театр запретил все гастроли на русском языке сцена национального театра не служит подходящим местом для гастрольных спектаклей на русском языке уточнил виттлс к слову ранее театр отменил спектакль с участием хаматовой из-за творческой неудачи впрочем что тут говорить своей среди чужих в европе актрисе стать не удалось за два года чул паша не смогла выучить местный язык но дело еще и в том что латыши не приняли ее в свой круг ранее ее выгнали из нового рижского театра в руководстве культурного учреждения оказались недовольны качеством работы актрисы хаматова по уверениям источников театре не сумела влиться в коллектив в отсутствие вменяемых рабочих предложений в европе будущее чул паши выглядит печально такими темпами хаматовой чтобы оплатить коммуналку в своем латвийском домике за которые она родину продала придется подрабатывать уборкой соседских с позором изгнанная хаматова прокомментировала свою отставку по всем фронтам в латвии мне очень обидно что два пузыря латышские русские никак не пересекаются культура а спектакль идет с титрами как раз то пространство где мы можем общаться подарили огромный подарок российской пропаганде заявила хаматова вот оказывается как но ей тут же ответил журналист михаил шахназаров пузыри могут соприкасаться но никак не пересекаться это первое второе еще как соприкасаются разрушенный памятник освободителям риги и другие уничтоженные монументы снос памятника пушкину перевод русских школ на латышский язык обучения лишение вида на жительство русских стариков я понимаю что спектакль известного в узких кругах режиссера крымова для хаматовой то важнее но могла бы хоть краем глаза заметить и перечисленная мною а зачем можно плевать в сторону россии дальше тем более что даже и на агента не дали но вот что интересно и русские плохие и с латышами не подфартила и украинцы в гости не ждут не люди они благодарное стадо на новость отреагировала и актриса яна поплавская это смешно уехавшие деятели страдают от того что говорят на русском языке а говорить ни на каком другом они не могут дело не в том что они уехали а в том что они занимаются обгаживанием родной страны они хотят получать деньги за свое предательство а цена ему всегда 30 серебряников та сторона на которую перебегают предатели никогда их не уважает и никогда не выполняет данные им обещания их нигде не любят и это всюду гонят у этих людей нет чести даже хаматова постоянно жалуется на жизнь и говорит исключительно о деньгах она плачет потому что цена предательства оказалась низкой журналист артем шейнин тоже прокомментировал эту новость латышские театральные администраторы очень тонко и доходчиво разъяснили наивным розовым пони что хороших русских не бывает даже открестившись от своей страны вырастивший выучивший и обласкавший этих деятелей они не перестанут быть чужими для возбужденных хуторян получивших наконец официальный повод не скрываясь ненавидеть и гнобить все русское включая и язык и культуру вряд ли всякие там хаматов и с этим согласятся публично но уверен давно все поняли сами их просто использовали по случаю и продолжают использовать но уже не так приятно как поначалу селья ви